Ребята, всем привет! С вами Александр и Даня. И вы на канале Kineral Company. У нас сегодня будет довольно редкий динозавр на просторах ютуба. Это у нас коллекция Праймал Атак. Из Праймал Атак это именно Торбозавр. Не знаю почему их как-то не сильно много на них обзоров, но мне очень даже нравится. На русскоязычном ютубе я никого не нашел, чтобы кто-то снимал его. Так, ну а мы давайте по традиции начнем с обзора коробочки. Наверное, с обратной его стороны. Да, потому что здесь ничего особенного. А написано на английском, да? Да, все на английском. А на русском пишут? Я не знаю, вроде бы не пишут. Там где-то сзади на коробке, где-то на этих местах, здесь и раньше писали на русском или на украинском. Ну это оно тоже может заграничный, да? Ну, наверное. Итак, это у нас, давайте, что у нас по экшенам. У него такое довольно интересное такое движение головы, прямо вот так туловищем наклоняется вниз проворотом и может укусить либо кого-то у себя под ногами хватануть, либо кого-то выше себя. Нет, здесь показано, что он может, ну, опускать свои туловища вниз, вверх и крутить его логи. Да, да, да. И это делается проворотом хвоста, не просто нажатием, а проворотом. И еще у него здесь ноги по-особому сделаны, как у индоминуса, потому что у индоминуса там есть две ноги, ну, как всегда. Это если одну двигать, то тогда она будет сама двигаться, а если двигать левую ногу, то тогда они обе будут двигаться. Так, и у нас там еще вот внизу, в уголку, здесь есть саркозух, да? Да, и здесь он нарисован, потому что он 34, а торбозар 33. Да, по номеру. Ну, и как обычно, у нас вот значок приложения, да, в приложении его можно тоже посмотреть, можно даже послушать, как он рычит. Ну, эту ставку я, кстати, ага, так, у нас трэш-энд-чомп. Он звук издает у нас, нет? Нет, не издает. Звуков не издает. Он, кстати, у него все механизмы очень тихо работают. Очень тихо, ну, челюсть имен хватает. Да, и вот здесь еще видно, у него по всему телу, и на морде, и на ногах, и на туловище маленькие красные точки. И на игрушке у него тоже, если приглядеться, очень маленькие точки есть такие. И на ногах, и по туловище, и по голове. Или вот такой вот у нас, ребятки, торбозаврик. Давайте сейчас на него посмотрим. Да, вот здесь его можно покрутить, как-то не хватает вроде чего-то яркости, но это так оно и есть, не знаю, как будто бы он в тени. Ну, и можно, можно вызвать, можно вызвать у него рык, ребята. И давайте характеристики глянем. Так, давайте данные. Сила укуса составляет около 4 тонн. Охотится на закате и ночью. И очень хорошим слухом, как для динозавров. Вот такие вот дела, ребята. Так, ну, а перед тем, как мы рассмотрим самую игрушку, давайте вспомним немножко фактов о нашем торбозаврике. Что ты помнишь о нем? Я помню то, что он из Китая и из Монголии. Это там, где находили его останки, где он территориально жил. Китай и Монголия. То есть это он, в общем-то, Азия. Да, а я помню, что он жил примерно 86-66 миллионов лет назад. Ну, короче, до самого конца эры динозавров, в общем-то, он пересекался с тираннозаврами, по идее. Ну, мог, по крайней мере, по времени пересекался. Да, ну и, как бы, все вы, наверное, уже знаете, что торбозавр это у нас тираннозаврид. То есть это очень близкий родственник тираннозавра. По нему даже очень видно. Да, собственно говоря, все тираннозавриды, как бы, мало между собой отличались. Они были очень похожи. И, как бы, торбозавр не исключение. Ну, из описания там, как обычно, у нас по размерам очень сильно все спорят. Одни говорят, что он был там до 10 метров, другие говорят, что он был и 13 метров и весил. Ну, по весу, правда, не встречал. Обычно где-то тонн 5, да, что он был полегче. По весу, говорят, он почти такой же самый, как тираннозавр. А в других местах пишут, что 5 тонн. То есть не поймешь, короче, опять какая-то постоянная путаница. Да. Да, так, ну, опять же, лапки передние очень маленькие, два пальчика. Ну, побольше, чем у карнотавра, а пальцев меньше. Да, да, ну, что точно его отличает от тираннозавра, это более мелкие зубы. Потому что, как бы, да, по крайней мере, по данным Википедии, там 85 миллиметров, то есть это как минимум в 2, больше, чем в 2 раза меньше, чем у тираннозавра. Да. Ну, вот так вот. Ну, а в целом, типичный тираннозаврид. Да, и он тоже, почти как все тираннозавриды, он, ну, предполагает, что он был хищником. Да. Падричикам тоже предполагают, но гораздо меньше. Ну, а теперь давайте посмотрим, именно какой у нас функционал у нашей игрушки и внешний вид. Да. Вот здесь у него есть такая вот красная челюсть. Ну, это, по-моему, кровь, да? Да, хоть игрушка 4+, но это кровь. Да, это реально, то есть, потому что она как-то вот похабно здесь покрашена, это явно не имели они в виду, что у него была такая раскраска, а что он реально недавно кушал свежатинку. Если бы у него реально такой бы окрас, то у него где-то еще точно где-то было бы. Ну, да. Вот здесь у него еще есть такие вот необычные шипы, можно сказать, на спине и до конца хвоста. Да, ну, это, по-моему, добавка уже именно от Мотелла, потому что в реальности такого не рисуют. И вот здесь у него тоже есть такая полоска, почти как у Карнитавра, но здесь нет шипов, но вот здесь чувствуется маленькая полоска. Вот здесь у него такой окрас необычный, он у него почти как у Тигра. Ну, да, такой полосатенький, смотри, как у нас тут мышцы прям прорисованы, отделяется бицепс-бедрат, квадрицепса, икроножные он прорисованы. В общем, там... Кстати, у Карнитавра вот здесь сама нога побольше, но мышц не нарисованы. И, кстати, у Торбозавра лапы такие вот мощненькие, можно сказать. Ну, да, как у Рекса. А, вот четвертый палец тоже здесь вот сделан, есть нарисовано. Давай, показываю, как у нас я вижу. Лапки вращаются, они не просто вперед-назад, они еще в сторону поднимаются. Они полностью резина, все когтики. Они еще вот так вот могут сделать. У нас он может, типа, изобразить цыпленка. Вот так. Я лечу. Так, ну и давайте, ребятки, приступим к функционалу нашему. Да. Вот здесь у него есть такой вот хвостик. Если его покрутить, он будет скрутить шею. Если отпустить, он сам повернет свою голову, куда нужно. Да, хвостик, короче, подпружиненный. Да. И вот здесь у него есть такая на хвосте кнопочка. Если ее нажать, он будет кусаться. Да, кстати, кнопочка так очень незаметна, да, и сделана прямо на хвосте, не где-то посредине, а такое интересное, короче, место. Ну и у нас еще на коробке, в принципе, нарисовано, что можно, если, типа, наклониться, опа, и кого-то там снизу подобрать, или подняться вверх и поймать птеродактеля, например. Ну да. А, еще нужно и кнопку нажимать, нужно и поворачивать, одновременно и кнопку нажимать. Ам-нам-нам, 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 ам-нам-нам-нам. Можно снимать видосики с песни подставить и так в ритм, в ритм щелкать, короче. Ну да. Давайте сейчас тут рассмотрим вблизи нашего Тарбича. У него еще есть над глазами такие черные полосы, как будто это брови. Как будто это брови, да. Ну вот так вот. Глядя ему прямо в лицо, мы видим, что у него бинокулярное зрение. То бишь, он смотрит вперед и умеет хорошо оценивать расстояние до своей жертвы. Это, кстати, характерная черта хищников. Хищников. Вот так вот. Что у нас тут по пузу? Вот есть значок, ну, я его, как обычно, вставлю. Можете отсканировать себе в приложение. Ну, пуза у нас, в общем-то, довольно чистая. Только у нас такой вот кровавый воротник, как у пионеров. Да. И давайте, ребятки, сравним нашу Тарбича с зухамимчиком нашим. Да. Чтобы вы размеры их увидели. Вот, это зухамим. Вот, зухамим это в половой высоте. Ну, у нас тут зухамим еще больше получается. Ну, да. Как-то прям немножко даже странно. Ну, вот, как видите, давайте мы в обратную сторону. Ну, да, не придерживайтесь, что он не стоит. Ну, вот так, то есть, как бы он... Ну, они плюс-минус по длине одинаковые. Ну, да. Ну, по высоте, по-моему, он чуть повыше. Как-то вот именно по ногам. По ногам. По ногам? Ну, у зухамима ноги такие, они... Ну, смотрится, зухамим смотрится как-то крупнее. Что немножко странно. Ну, а если подумать, что у нас карнотавры еще крупнее, то пропорции, короче, производители игрушек соблюдать не любят. Еще у нас есть человечек. Для сравнения. Ну, давай человечек. Во. И вот еще есть тиранозаврик маленький. Это сойдет как дитяный штат базавра. Пойдет. Это человечек. И вот человечек. Да. Ну, вот так вот, да. Ну, зухи реально смотрятся крупнее. Как-то. Ну, ноги у тиранозавра массивнее. Ноги, короче, получше, ребят. Ну, да. Ну, вроде как, ребятки, вот, все рассказали. Напишите в комментариях, у кого есть игрушка. А то, наверное, все покупают тиранозавров до тиранозавров. А вот... Да, как раз вышел новый тиранозавр отправил, а так, ну, просто с другим отрасом функции те же самые. Ну, скоро выйдет новый тиранозавр такой. Ну, а на этом, ребятки, в общем-то, все. Ну, в общем-то, у нас еще есть одна серия. Будет следующий новый динозавр. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик. С вами был Александр. И Даня. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА